Как быть, как им рассорядиться своим имуществом в той или иной ситуации? И зачастую клиенты бывают в не очень хорошем состоянии здоровья, и такие категории клиентов требуют нашей особенной защиты. В ряде случаев граждане могут находиться под опекой и попечительством, и к этим категориям граждан, конечно же, требуется повышенное внимание. Что может посоветовать нотариус своему клиенту? Конечно же, когда встает вопрос о распоряжении имуществом, возможно, посоветовать оформить завещание, либо оформить какой-либо договор, подразумевающий передачу этого имущества наследникам. Но какой формы должен быть за консультацией? Безусловно, главные вопросы, какие мы можем задавать нашим клиентам, это вопросы, касаемые личности клиента, его возраста, его состояния здоровья, наличие супругов и детей. Еще один важный момент, который мы всегда выясняем у наших клиентов, когда хотел бы клиент распорядиться своим имуществом? При жизни, либо же на случай смерти оставить завещание. Какие правовые последствия хочет предусмотреть клиент? А также, и это немаловажно, какие налоги, какие пошлины могут быть уплачены в связи с переходом имущества наследника. Исходя из ответов на эти вопросы, мы можем предложить клиенту тот или иной инструментарий для решения его проблемы. Если человек хочет распорядиться имуществом при жизни, мы можем порекомендовать ему оформить сделку, при этом порекомендовать условия, которые необходимо предусмотреть в этом договоре. На случай смерти мы также можем предложить оформить завещание и порекомендовать, какие условия можно у него включить. И они появились в правоприменительной практике как альтернатива институту попечительства, который более сложен по своей структуре и процедуре, и вследствие этого он не востребован среди граждан. По общему правилу такая доверенность на передачу распорядительных прав выдается одним лицом другому лицу с целью опеки о самом доверителе. Управление его имуществом и совершение различного рода действий в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации.